Россиянка, проработавшая в туризме Турции несколько лет, раскрыла схему местных жителей, попользоваться иностранками. Об этом она написала в своем блоге на платформе, Яндекс.Дзен. Как рассказала пользовательница, она проработала аниматором в турецких отелях около пяти лет и заметила, что часто все происходит по одному и тому же сценарию. Ее коллеги-турки присматриваются к новоприбывшим гостям и знакомятся с понравившейся туристкой. Затем каждый вечер они проводят вместе на пляже. На этом курортный роман заканчивается, подметила девушка. Автор заявила, что как только девушка улетает, турки повторяют свою схему с новыми гостями отеля. Поверьте, аниматору найти новую жертву не проблема, поделилась россиянка. Однако блогер утверждает, что большинство туристов едут отдыхать именно с целью завести курортный роман, поэтому по возвращении домой влюбленные редко продолжают общаться и встречаться. Тем не менее, романы бывают и между сотрудницами отеля и иностранцами, и даже между двумя аниматорами, автор сообщила, что именно в Турции встретила своего мужа. Познакомились мы в первый же день и как-то сразу закрутился роман. Как видите, мы уже 11 лет вместе и ждем третьего ребенка, рассказала россиянка. Ранее в феврале российская туристка, побывавшая в Турции, выяснила у местных жителей суть популярного прозвища «Наташа», которое они используют для славянских девушек. Так, один мужчина ответил, что туркам нравится это имя, так как его, в отличие от многих других русских имен, легко произносить, оно, звучит как музыка.